Очередной ракетный удар по Украине пострадали Киев и прилегающая область. Не обошлось без жертв. Подробнее о том, что случилось в украинской столице, в репортаже Виктора Мельникова. Ночь на 26 января Украина, в том числе Киев и Киевская область, снова была атакована ракетами и беспилотниками. По словам главнокомандующего ВСУ Залужного, 47 из 55 ракет было сбито. Утром 26 января на подлете к Киеву было уничтожено 20 ракет и часть беспилотников. Однако были попадания в Киевской области. Там поврежден объект критической инфраструктуры. В столице же взрывы прозвучали в Днепровском районе, а здесь, в Голосеевском, откуда ведется данный репортаж, упавшие обломки ракет убили одного человека и травмировали двоих. Они госпитализированы. По словам соучредителя местного предприятия, этот сектор обстреливается уже четвертый раз. Это место историческое уже и четвертый раз сегодня уже случилось то, что случилось. Четвертый раз на моей памяти. Этого достаточно. С октября, да? С октября месяца, да. Это сотрудники, которые обеспечивали энергобеспеку нашей краины. Они работали под линией электропередач, выполняли свою работу. И вот таким вот образом, осколком был ранен и погиб человек. Это случилось все молниеносно, быстро, как один хлопок, без шума, без прилета, без ничего. Молниеносно. За неполную секунду даже. Какие разрушения? Разрушения взрывной волной и все, что вы видите вокруг. Это осколки летели и взрывной волной разрушилось все стекла, оконные рамы, машины. У нее поврежден автомобиль, крышу разворотило, стекло, бак. Ну, машина завелась, но к эксплуатации перемещаться сама не может, в ремонт. И соответствующие такие повреждения всех остальных грузовых машин. Стоит отметить, что в этот раз по Киеву, согласно заявлению Киевской городской военной администрации, были выпущены в том числе ракеты типа «Кинжал». При этом, как сообщают энергетики, объекты инфраструктуры столицы продолжают работать в штатном режиме. Виктор Мельников, CGTN, Киев. Виктор Мельников, CGTN, Киев.